Внимать Слову Бога Третья книга Царств, 22 глава, с 1 по 12 стих Прожили три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат, царь Иудейский, пошел к царю Израильскому. И сказал царь Израильский слугам своим, «Знаете ли, что Ромов Галацкий наш, а мы так долго молчим, и не берем его из руки царя Сирийского?» И сказал он Иосафату, «Пойдешь ли ты со мной на войну против Ромова Галацкого?» И сказал Иосафат царю Израильскому, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Спроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь Израильский пророков, около четырехсот человек, и сказал им, «Идти ли мне войной на Ромов Галацкий или нет?» Они сказали, «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори, царь, так». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал, «Так, говорит Господь, сими избадаешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на ромов Галацкий, будет успех, Господь предаст его в руку царя». «Размышления, часть первая. Знамение грядущих событий». Третья книга царств, 22 глава, с 1 по 4 стих. «Ахав смирил себя перед Богом и покаялся, но сердце его все еще далеко от Бога и не посвящено ему». Мы понимаем это, глядя на причину, по которой он хочет воевать с Сирией. Не из-за любви к Богу, а из любви к деньгам и имуществу. Ромов Галацкий – стратегически важное место. Владение им принесет большой доход. Ромов по праву принадлежит Израилю, «Но в предыдущей войне Ахав проиграл и позволил сирийцам захватить его». Глава 20. Теперь Ахав пытается вернуть себе землю, но не ради Бога, а ради своей выгоды. Автор знает, что время Ахава подходит к концу и дает понять читателям об этом через имя иудейского царя Иосафата, которое буквально означает «Яхве судит». Беспокоит ли вас мысль о том, что Бог будет судить всех, кто не спасен? Помните, что Бог милостив, но в то же время свят и справедлив. «Поэтому Он должен наказать грех, что Он и сделает на кресте». Размышления, часть 2. Что-то не в порядке. Третья книга царств, 22 глава, с 5 по 12 стих. В отличие от Ахава, Иосафат ищет воли Божьей, потому что он больше настроен на Бога. Должно быть, он чувствует, что что-то не в порядке, раз не доверяет 400 пророкам Ахава. Ахав вынужден признать, что есть еще один пророк – Михей. Но царь его не любит, потому что тот говорит то, что царю нужно услышать, а не то, что он хочет слышать. Так же и Евангелие. Оно говорит нам то, что нам нужно услышать. Мы грешники, и мы ничего не можем сделать, чтобы пойти на небеса или заслужить благоволение Бога. Наша единственная надежда в Иисусе и в том, что Он совершил на кресте. На чем вы сосредоточены, когда вы ищете Божьей мудрости? На том, что хотите услышать, или на том, что вам нужно услышать? Помните, что Бог не будет поощрять наше эго или одобрять наше амбициозное решение. Молитва. Отец Небесный, спасибо, что всегда говоришь мне, что мне нужно услышать, а не то, что я хочу слышать. Я молю тебя, дай мне благодать и силу услышать твои предупреждения и твое слово, и не уклоняться от него. Пусть ты всегда будешь на первом месте в моем сердце. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok